Привет, я Рита, мама семья к сыновей, и сегодня для вас я приоткрою тайну, как воспитать детей, взращивая в них самостоятельность. Первонаперво попрошу вас подписаться на мой канал, кто еще не подписан, кто здесь гость. Поставьте пальчик вверх, если вам эта тема и видео интересна. Также у меня есть инстаграм, где я в сторис снимаю нашу обычную жизнь, которая происходит ежедневно. И давайте я уже начну делиться. Первонаперво самостоятельность начинает воспитываться в детей с самого нежного раннего возраста. Не бойтесь давать детям быть самостоятельными, когда они тянутся, что-то разрушают. Это и есть путь к самостоятельности. Он тернистый, он непростой, сложный, особенно для родителей, потому что на пути к этому моменту, когда дети становятся самостоятельными, много и неприятностей, и разрушений. Но все это вместе является рецептом самостоятельности. Итак, если ваш ребенок что-то делает, но при этом происходит разрушение, позвольте ему это сделать. Да, будет сложнее убрать, замести следы, но это правильный путь. Это что касается малышей. Лучше за ними переделать что-то, но дать им самоутвердиться. Не перебивать охоту самостоятельности. Деткам постарше нужно разрешать делать самим уроки. Вначале, когда только начинаются первые домашние задания, объяснить шаблон, как все должно происходить. Ребенок должен вам показать, как он решит исправиться с задачей, которая ему предстоит. А потом он делает все сам. Пусть с ошибками, пусть грязно, но это его работа. Он учится, получает опыт, тренируется. А когда же другое время получать опыт, как именно в эти школьные годы? Я знаю некоторые семьи, где родители делают уроки вместо даже ребенка, не помогая ему рядом, а вместо него, чтобы только учитель увидел, как у них все чистенько и аккуратненько. Но это не является работой самого ребенка. Лучше пусть будет грязненько, где-то неправильно. Главное, чтобы ребенок увидел свои ошибки и стремился их исправить. Также ребенку надо давать возможность выбора. Например, скоро осень. Можно вместе выбрать канцелярию, одежду или даже в каком магазине вы это осуществите. У ребенка должно быть все под рукой. Ему должны быть доступны простейшие элементарные вещи, которыми он может сделать что-то самостоятельно. Для малышей это наборы для творчества, для более взрослых детей. Возможность помогать вам на пухне, разрешить пользоваться пылесосом и другими бытовыми приборами. Сначала вместе с вами рядышком, потом уже самостоятельно. Главное, рассказать, поделиться мудростью, как не уничтожить этот бытовой прибор. Например, у меня малыши-дошкольники очень любят пылесосить. Я их обучила, что сначала мы убираем игрушки все, большие предметы, никогда не пылесосим что-то крупное. Раз, два, три, и они уже, в принципе, справляются с этим. Насколько это возможно реально дать ребенку собственное пространство? Пусть это будет даже не целая комната, а какая-то часть, угол, но это будет его собственная, где другие дети, младшие, например, не будут претендовать на его вещи. Они не будут иметь право брать его школьной принадлежности, еще что-то. Они будут знать, что это принадлежит другому человеку. И он будет спокоен, что действительно у него ничего не заберут. Ребенку крайне важен режим. Он должен знать, что в это время он позавтракает, в это время у него свободное для игр и воображение. Это время обеда, это время игры. И тогда он будет чувствовать себя уверенным и будет учиться тем самым, рассчитывать свое время. Я часто старшим детям по Вайберу сбрасываю видео, где кто-то добился успеха в небольшом возрасте. Мне очень нравится канал Проект Магнит, где часто мелькают истории маленьких детей, которые стали самостоятельными вынужденно, потому что жизнь их заставила, показывают, что все мы можем. Мы даже не знаем на то, что мы способны. Это вселяет в них уверенность, вдохновение, что и у них все получится. Одним из ярких моментов, когда я увидела, что мои дети самостоятельные, это было, когда я уехала в роддом. Так сложилось, что смотреть-то, в принципе, больше, кроме их самих, за ними не было. Кто знает, мой муж живет не с нами, он живет отдельно. У него, собственно, фермерское хозяйство. Это примерно час езды из нашего дома. И мой старший ребенок взял всю самостоятельность, ответственность за младших детей, на себя. На него эту ответственность никто не взваливал. Ему было предложено, что приедет бабушка, например, посмотреть. Он сказал, нет, ни в коем случае. Я хочу сидеть со своими братьями сам. Не хочу, чтобы чужие люди смотрели за моими братьями. И он так выполнял домашние обязанности. Готовка, уборка, забирал младших детей двух из садика, заводил их, укладывал спать. Я была в шоке, откуда в нем столько самостоятельности. Ведь мы, я лично, никогда на него это не взваливала. Я всегда считала, раз мои дети, я должна, обязана с этими вопросами, житейскими, бытовыми, справляться сама. В принципе, так и было. И вот, можно сказать, что целую неделю ребенок все это делал сам. Постоянно в Вайбере у меня сбрасывал отчет, фотографии. Вот так он и ходил. Это был январь месяц. Садик забрал, какие вопросы возникают, домашние задания сделаны. Он сказал, что это было ему реально в радость и интерес. Поэтому, не дав самостоятельность, вы никогда не узнаете, на что способен ваш ребенок. Даже если он делает это не так, как надо. И вам придется переделывать. Вам все равно нужно переступить этот момент и дать ему путевку в жизнь. В принципе, это все, что я хотела рассказать, поделиться своим жизненным опытом о самостоятельности детей. Если остались вопросы, и YouTube не закроет комментарии к моему видео, оставляйте, пожалуйста, их под видео. Если нет, я в сообществе это же видео опубликую, и там можно будет оставлять комментарии. Ну и пишите мне в ВКонтакте или в Инстаграм. Буду рада общению с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Делитесь этим видео с другими мамами, которым может это видео быть полезным. Я остаюсь всегда с вами. На связи. Ваша Лита. Пока-пока.